Всем привет! Эксклюзивный материал от моих друзей из Казахстана. Как в Такаяском Жанна Казахстане создают фейковые партии? 30 января ушедшего года состоялся съезд партии, о которой никто никогда не знал и, возможно, до парламентских выборов в Казахстане не узнает никогда. Судя по всему, главная цель партии, по мнению правящих кругов Казахстана, это генерация пафосных названий. Судите сами про партию и ее программу, а также цели. Никто не знал, даже участники съезда, но название пафосное. Ел так дыры. Судьба народа. Можно перевести как-то так. Как же так произошло? Давайте обо всем по порядку. За день до съезда партии в киношных чатах, которые отвечают за найм массовки, стали появляться сообщения следующего характера. 30 декабря в 5.00 будут проходить съемки фильма. Нужны актеры для массовки. Оплата после мероприятия 5000 тенге. Данные сообщения появлялись в совершенно разных чатах, и там принимали участие разные организаторы этих массовок. Кому-то даже обещали фуршет, но который тоже предполагалось, что будет фейковый. Актеры массовки должны были изображать участие в фуршете буквально. На съезд, концерт, фуршет пригласили не только актеров. Там еще были участники общества ветеранов войны в Афганистане. Они там были не за деньги. Им сказали, что там будет концерт, который якобы организован для этих самых ветеранов. Концерт, к слову сказать, был. Выступал национальный оркестр, играли народную музыку, играли отлично. Странно было бы, если бы национальный оркестр играл что-то плохо. Вообще к музыкантам меньше всего претензий. Начальство приказало, они пришли, отыграли, попробовали бы они отказаться. Каково же было удивление, пришедшие массовки, когда музыканты поклонились, получили заслуженные аплодисменты и началось заседание партии, о которой никто из приглашенных, кроме, судя по всему, организаторов и не знал. Люди пришли на съемки в массовке и получить деньги. И даже они в открытую кричали на организаторов, я родиной не торгую. Несмотря на то, что на съезде никто не поднимал руки, так как были возмущены таким поведением организаторов, эти самые организаторы признали съесть состоявшимся и поторопили выпилиться с мероприятия, так как назревала драка. Все профи в видео. Добавлю от себя. Когда я был в Казахстане, было явно видно, что политика Казахстана по отношению к российской находится где-то 4 года назад. То есть журналистов пока еще не вяжут массово, не кидают в подвал и не издеваются и не измываются над ними. Также массово не фабрикуются уголовные дела против журналистов. Да и вообще в целом, в ютубе можно выкладывать очень много разных вещей и роликов, и даже своих каких-то мнений. И в данный момент мои друзья рассказывают о том, что да, действительно, в данный момент политика Казахстана начинает приближаться уже к нашей, но намного быстрее. Это уже не 4 года назад, а примерно 3. Как раз таки в докоронавирусный вот где-то конец середины 2019 года. У них уже начинают массово репрессировать журналистов, уже начинают блокировать каналы, начинают массово репрессировать журналистов, садить их кого-то по тюрьмам, кому-то давать штрафы, ну и приходить по домам и проводить неплохие такие опросы. Ну и также и создание большого количества фейковых партий, вот, например, разговор про одну из них у вас перед глазами. Этот материал выходит у меня на канале, так как журналистам и правозащитникам из Казахстана теперь уже опасно публиковать на своих ютуб-каналах, сайтах и других ресурсах, потому что это угрожает их жизни и здоровью не только им, но и их семьям. Так, еще хочу добавить от себя, если вы из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана или Монголии, вы пишете, вы журналист или правозащитник, у вас есть материалы, но вы боитесь их опубликовать, пожалуйста, свяжитесь со мной по ссылкам в описании, где вы сможете прислать мне свой материал, и я его опубликую, либо я его могу прочитать, если вы его напишите на русском языке и приложите весь необходимый материал. До этого предлагаю выбрать председателем съезда, конференции с Садыковым и Малихой Ревюкс. Стоит, да? Спасибо. 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 Его никто не знает. Ну и с демократией у вас беда, тут почти никто к руки не поднял. Утвердить повестку дня. Значит, в повестке дня семь вопросов. Первый. Создание общественного объединения Республиканская политическая партия Ельтар-Дары и утверждение его названия. Это первый вопрос. Второй вопрос. Принятие и утверждение Республиканской политической партии Ельтар-Дары. Я понял. Это основание? Да. Третий. Принятие и утверждение программы Республиканской политической партии Ельтар-Дары. Четвертый вопрос. Формирование руководящих органов Республиканская политическая партия Ельтар-Дары. Пятый вопрос. Избрание председателя общественного объединения Республиканской политической партии ЕЛИТАРДОРА. Шестой вопрос. Формирование контрольно-ревизионных и контрольных органов общественного объединения Республиканской политической партии ЕЛИТАРДОРА. Седьмой вопрос. Утверждение местонахождения Центрального аппарата Республиканской партии ЕЛИТАРДОРА. Прошу голосовать. Заповедись, гуляй. Нет, нет такой партии. Мы явились собрались убеждать. Да, да. Я не знаю, что это за партия. Может быть, я программу почитаю? Ну, отлично. Пойдем. Пойдем, возьмем программу. Какая партия не состоит? Нет, у меня нет. Вообще, впервые слышу. Теперь отдельно подробно. По первому посту создать общественное объединение Республиканской политической партии Ельдов и утвердить ее название. Прошу голосовать. Ага. Казахша Буламар! Казахша Буламар! Спасибо. Второе, вы знаете. Потом ближе подойдем. Ладно, ты сиди здесь. Я пойду попробую программу здесь. Казахша Буламар! Казахша Буламар! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...